Выборы, выборы, кандидаты! Это все отвратительные типы! Достали эти выборы! Я выбрали по мужиков! Против всех! Все на выборы! Все о выборах в программе «На встречу урнам» на Псковском Эхе. Добрый день, в прямом эфире «Эхо Москвы», очередной выпуск программы «На встречу урнам». У нас сегодня в гостях руководитель избирательного объединения Псковского регионального отделения партии «Яблок» Олег Шлосберг, Олег Маркович, добрый день. Добрый день, Алексей, добрый день, слушатели «Эхо». Начнем сразу к делу. Не будем отвлекаться на долгие предисловия. Напомню, что 10 сентября нас всех ожидают муниципальные выборы. Об этом мы сегодня и поговорим. Поговорим о том, с чем партия «Яблока» идет на выборы, как проходит агитационная кампания, и о тех претензиях, которые имеются к действующей власти, и о той программе, которую представляют кандидаты от партии «Яблока» на этих выборах. Понятно, что муниципальные выборы, по оценке многих наблюдателей, не пользуются популярностью населения, но и сами политические объединения ведут свои предвыборные кампании не так активно, как это происходит на выборах в той же Госдуму или в выборах губернатора. Принято считать, что люди разочаровались в институте местного самоуправления, не верят в то, что чиновники на местах могут как-то повлиять на решение проблем. Тем не менее, Вы не раз подчеркивали в своих интервью о том, что участвовать в выборах даже такого уровня – это крайне необходимо. Давайте свою позицию поясним. Основа позиции заключается в том, что выборы – это лучший способ мирно сменить власть. За последние годы в нашей стране люди или забыли, или перестали верить в то, что выборы предназначены не для сохранения власти, а для смены власти. Выбор – это возможность избрать другого человека, другого депутата, другого мэра, другого губернатора, другого президента. Действующая власть на выборах защищается, пытается доказать, что она все делала хорошо. Люди, не согласные с действующими властями, объясняют свою позицию, заявляют альтернативу и выходят на выборы. Такой альтернативой Псковской области является Псковское яблоко и в городе Пскове, и во всех других 22 муниципалитетах, где списки партии выдвинуты на выборы. Поэтому в первую очередь хочу обратиться ко всем, кто нас слушает. У эхо большая аудитория, тысячи слушателей, уважаемые граждане. Как вы проголосуете, так будет жить город Псков, так будут жить районы и города Псковской области. Есть замечательный лозунг, о котором я не устаю напоминать. Как голосуем, так и живем. Каждый раз, когда вы недовольны властями, недовольны их решениями, недовольны законами, недовольны постановлением, когда вас возмущает уничтожение сквера у вас под окном, или внезапно выросший 12-этажный дом на месте детской площадки или автостоянки, помните, за кого голосовали. Как люди голосуют, так после этого живет страна, регион, город. Поэтому ничего лучшее, чем участие в выборах, мир не придумал. Многие прогнозируют сравнительно низкую явку на этих выборах, учитывая, да, мной уже сказано, о том, что все-таки люди устали и людям неинтересно. Как вам кажется, стоит ли ожидать низкой явки, и как вот такая низкая электоральная активность повлияет на результаты? Алексей, я могу сказать, от чего люди устали. Люди устали от вранья, воровства, постоянной нечестности избранных лиц. Люди устали от того, что власть обещает делать все, что возможно для людей, и делает все, что возможно и даже невозможно против людей. Я сегодня получил буквально два часа назад письмо граждан, изумленных очередной уплатительной застройкой на улице Кузбасской дивизии. Хотя уже вроде поклялись, я не знаю на чем, разве что не на Библии, что в Пскове больше не будет уплатительных застройок. Нет, они появляются. Люди недовольны тем, что власти не оправдывают их надежд. И перестают верить в выборы, потому что эти выборы не принесли им ожидаемой благополучной, комфортной жизни. Это можно вылечить только другими выборами. Вот клин клином вышибает, другого способа не придумано. Самая низкая явка – это мечта действующих властей. Это просто сказка. Они спят и видят, просыпаются, снова мечтают, засыпают с этой же мыслью. Только бы люди не пришли. Они хотят, чтобы народ возмущенный, недовольный, несогласный с ними не пришел. Наша задача… Ворох чистых бюллетеней, да, грубо говоря? Да. Белый бюллетень – это подпись гражданина в том, что он не воспользовался своим исконным правом формировать власть. Поэтому, уважаемые псковичи, жители Печор, острова, все, кто нас слышит, эхо, если я верно помню, 70 километров вокруг Пскова, то есть нас слышит свыше 200 тысяч человек. Пожалуйста, помните о том, что мы, каждый из нас лично отвечает за ту власть, которую мы формируем с помощью бюллетеня. Да, каждый из нас один. Но если мы приходим с семьей, нас уже 3, 4, 5 человек. Если мы приходим с друзьями, нас 10 человек. Если приходит наш дом, весь приходит 100 человек. Так меняется власть. Пожалуйста, не поддавайтесь иллюзиям, рассказов о том, что только виллы могут спасти нашу страну. Мы до сих пор не вылечили виллы 2017 года. Не идите за этими полукрасными, полукоричневыми бреднями. Это опасно. Это опасно для жизни. Просто опасно. Идите на выборах, голосуйте, меняйте жизнь на выборах. Если вы проголосовали, если партия обеспечила контроль на избирательном участке, то у вас есть все шансы, что ваш голос будет сбережен. Если вы не проголосовали, никто не объяснит вам, куда ушел ваш голос. Давайте оценим те ресурсы, которые на сегодняшний день имеются у регионального Яблока, людские, но и в первую очередь, наверное, финансовые. Участие в выборах в проведении агитации все-таки довольно-таки затратное мероприятие, за счет чего осуществляется финансирование избирательной кампании Псковского Яблока. Как привлекаете средства? В этом году впервые в нашей истории большая часть средств избирательной кампании поступила от граждан. Мы в прошлом году перед выборами в областное собрание получили первый свой опыт общественного фэндрайзинга. Мы собрали тогда от частных лиц около 1 миллиона рублей, и свыше 3 миллионов рублей нам перечислили крупные жертвователи, но это были люди из Москвы. Эти деньги позволили нам качественно начать успешную в целом избирательную кампанию в областное собрание депутатов. В этом году таких ресурсов нет, и ослаблены ресурсы самой партии, потому что мы не имеем сейчас госфинансирования. Тем не менее, партия Яблока выделила на всю Псковскую область около 1,5 миллиона рублей на все избирательные кампании, и 1,6 миллиона рублей мы собрали за счет фэндрайзинга, причем из 40 регионов России. То есть мы ведем общественный сбор средств, люди нам перечисляют деньги, мы показываем, какие кандидаты выделены, 244 кандидаты от Яблока прошли регистрацию, это кандидаты в 23 районах и в Невельском районе, где дополнительный выбор депутат районного собрания. Только две партии Псковской области, это мы и партия власти, провели регистрацию единых списков кандидатов во всех без исключения районах, где выборы идут по единым спискам. То есть мы представляем собой полноценную альтернативу партии власти, и для этих людей мы собираем деньги. Могу вам сказать, что мы удовлетворены тем, как стала реагировать Псковская область на фэндрайзинг. Люди участвовали в сборе денег в прошлом году, для нас общая статистика сейчас такова. Около 40%, чуть больше, 42% это Москва, 38% собранных денег это Псковская область, при том не только город Псков, но и районы, и Великие Луки, и остальные деньги это еще 38 регионов России. Каждый день на счет Псковского Яблока поступает 2, 3, 4, 5, иногда больше тысяч рублей. Мы этими деньгами формируем избирательный фонд. Я не исключаю, что те люди, кто стал донорами Псковского Яблока в прошлом или в этом году, слышат меня сейчас. Я хочу им сказать огромную благодарность от всех нас, потому что народные кандидаты, народные партии ведут выборы на народные деньги. Нам нужны еще деньги, впереди 3,5 недели, решающие недели избирательной кампании. Поэтому каждые 500, 600, 700 рублей, 1000 рублей, которые поступают сегодня на счет Псковского Яблока, помогают нашим кандидатам победить. Ни одна политическая партия Псковской области не ведет сейчас избирательную кампанию за счет средств общественного фондрайзинга. Это делает только Яблоко. Большое спасибо всем, кто сделал пожертвование. Тем, кто готов жертвовать деньги, но еще не познакомился с технологией, на моем личном сайте шлосбракру есть специальная опция пожертвовать. Там есть страница «Донейт». И по договоренности с банками сделаны детальные пошаговые инструкции, в частности для Сбербанка, Тинькофф банка, Альфа банка и Рокет банка, когда люди могут видеть по картинкам каждый шаг своих действий для перечисления денег. И должен вам сказать, что свыше 95% пожертвований приходит к нам без ошибок, несмотря на очень сложные требования законодательства. Люди научились с этим справляться, это очень радует. Если говорить в целом о ходе агитационной кампании, столкнулось ли Псковское региональное отделение Яблоко с какими-то черными технологиями? Мы сейчас анализируем информационное поле, увидим, как о претензиях друг по отношению к другу высказываются основные участники избирательного процесса. ЛДПР заявляет о том, что от их имени начали выпускать какую-то черную газету. Есть претензии у «Единой России» к своим оппонентам. Что касается Псковского Яблока, есть ли у вас подобные претензии к вашим конкурентам, оппонентам? Или все проходит в рамках закона и проблем особых нет? Я могу сказать, мы, к сожалению, пока не дожили до времен, когда в нашей стране проходят честные выборы в Псковской области. У нас были пересечения и на этих выборах с грязными технологиями. И пока неведомый, но, возможно, потом уточненный молодой человек ночью, неделю назад, в ночь с пятницы на субботу, наклеил наклейку на дверь нашего офиса. Его честно сняла камера видеонаблюдения. Мы этот мультфильм посмотрели в полтретьего ночи, снятый. Я знаю, что по городу распространяются какие-то поросшие мхом газеты. Без всяких уже выходных данных, даже без фиктивных. Совершенно очевидно, что перед многими нечестными участниками этих выборов прямо стоит задача утопить выборы в грязи. Это не просто борьба с конкурентами. Это попытка представить перед обществом выборы как барахтание в грязи. То есть, получается, вызвать отвращение у избирателей? Вызвать у людей отвращение, оттолкнуть их от выборов, таким образом понизить явку. Это может быть выгодно только власти. И это может быть выгодно той якобы оппозиции, фиктивной оппозиции, у которой нет содержательной программы и которая не может показать себя иначе, кроме как через уничижение своих противников. Псковское яблоко прошло в своей истории все этапы борьбы против нас с помощью черных технологий и в прошлом году, и в предшествующие годы. Мы этого абсолютно не боимся. Наши реакции являются исключительно формальными. Мы пишем заявления в соответствующие комиссии и управление внутренних дел. Мы считаем, что правоохранительная система и избирательная система должны взять метлу в руки и очищаться от этого мусора, очищать выборы от этого мусора. То есть, мы требуем от органов власти и надзорных органов привести выборы Псковской области в соответствии с чистотой, которая должна быть по закону. Это их работа. Наша работа – проводить избирательную кампанию, общаться с людьми. Никаких ответных выборов с нашей стороны не будет. Мы совершенно четко зафиксировали себя как партия с высокой репутацией. Нас часто и меня лично обзывают люди в белых перчатках. Да, мы проводим выборы в белых перчатках. Подчеркиваю, официально заявляю, партия «Яблоко» ведет избирательную кампанию и вела раньше, и ведет сегодня в белых перчатках. Грязи к нам не пристает. От ваших противников, оппонентов на этих выборах можно сейчас слышать массу критики касаемо ряда городских проблем. Критикуют администрацию за все, что только можно и нельзя. Но критика озвучивается из уст и ЛДПР, и коммунистов, и «Справедливая Россия». Конкретно у «Псковского Яблока» основные, наверное, проблемные зоны, проблемные темы, которые кандидаты озвучивают, на встречах с избирателями фиксируют. Это какие? Наша позиция на выборах не отличается от нашей позиции между выборами. Избиратели ничем сейчас не удивлены. Мы заявляем те же самые позиции, которые заявляли все эти пять лет. То есть последовательность в политике – это один из принципиальных инструментов успешной политической работы. Когда люди между выборами отсутствуют, во время избирательной кампании выступают с претензиями, вопросами, заявками, возникает вопрос, чем эти политики занимались между выборами. Они ничем не занимались. Яблоко может сказать, что мы все эти годы боролись за возврат прямых выборов мэра «Пскова». Все, что можно было сделать, было сделано. Причем это было сделано открыто и публично. На выборах в областное собрание депутатов мы принимали на себя обязательство разработать такую законодательную инициативу и внести эту законодательную инициативу. Что и было сделано. Мы собрали подписи почти тысячи избирателей города Пскова на улицах в поддержку этой инициативы. Я озвучил эту позицию на заседании областного собрания. Никаких правовых претензий не было к этому законопроекту предъявлено. Но партия «Единая Россия» не стала поддерживать этот законопроект. То, что меня удивило больше всего, действующий глава города Пскова, Иван Николаевич Тацерский, в своем письменном отзыве, а у него есть право представить отзыв, я его просил об этом и отзыв пришел, написал, что он готов рассмотреть и считает целесообразным, и даже просит об этом губернатора, почему-то не жителей города Пскова избирателей, а губернатора, найти такой способ избрания главы муниципального образования, который отличался бы от нынешнего, но при этом не включал в себя прямые выборы. Вот эта фантастическая витиеватость и стремление уйти от прямой ответственности перед людьми – это лицо ныне действующей власти Пскова. И мы неоднократно в лицо, прямо на сессии, под стенограмму говорили, Иван Николаевич, Иван Николаевич, вы делаете ту работу, которая противоречит интересам жителей города Пскова. Зачем вы ее делаете? Кто вам ее поручил? Причем здесь губернатор? Причем здесь губернатор, хотя совершенно очевидно, что люди в городе Пскове и в городе Великие Луки хотят сами выбирать главу администрации. Почему мы от этого уходим? Партия боится проиграть? Партия власти боится потерять позиции в областном центре? Тогда, значит, партия власти понимает, что она некачественно управляет городом. Значит, между собой, внутри себя, они знают, где воровство, где казнократство, где нечестное распределение бюджетных денег по тендерам. Им это все известно. И они понимают, что если выйти на прямые выборы, то спросят не с некого безликого круга депутатов городской думы, а лично с кандидата от «Единой России». И их не устраивает такой стиль политического общения. То есть прямая зависимость власти от людей. Они этого категорически не хотят. Вот мы боролись и будем бороться за то, чтобы жители города Пскова выбирали себе мэра. И потому что вещевые традиции, и потому что так честно и правильно. И если большинство Псковской городской думы, вот мы когда говорим об оппозиции, мы постоянно говорим, оппозиция, один человек, два человека, пять человек, вот они где-то там в углу. Забились. Забились. Пятая колонна. Оппозиция – это политическая сила, которая претендует стать большинством. Вот я ответственно заявляю избирателям города Пскова, всем 170 тысячам избирателей города Пскова, партия «Яблоко» получает большинство в Псковской городской думе и выступает с законодательной инициативой о возвращении прямых выборов мэра Пскова. Если во всех 15 округах вы голосуете за кандидата от партии «Яблоко», вы голосуете не просто за конкретного человека, вы голосуете за прямые выборы мэра города Пскова, за прямую подотчетность руководителя города жителям города, абсолютную, ничем не отягощенную, ничем не ограниченную. Так должна быть устроена власть в городе Пскове. Мы так это видим. Другая наша последовательная позиция. Я не устаю писать обращение в прокуратуру, в Федеральную антимонопольную службу по распределению бюджетных денег в городе Пскове по тендерам на благоустройство, озеленение, дорожное строительство, уход за улицами и дворами. Мы же видим, что в руки одних и тех же людей поступают деньги. Эти конкурсы являются имитацией конкурсной процедуры. Они совершенно очевидно подставные конкурсы, но при этом распределяются в сумме по году миллиарды рублей, которые идут на благоустройство. Это деньги налогоплательщиков. Почти 50% собственных доходов Пскова это подоходный налог. Уважаемые жители города Пскова, мы единственная партия, которая стережет ваши деньги. Потому что бюджет города 3,5 миллиарда, включая областные деньги, и около 1 миллиарда это прямые поступления подоходного налога. Когда вам администрация говорит про их деньги, это оскорбление. Это наши с вами деньги. Мы формируем бюджет города Пскова на каждый второй рубль. Этими деньгами ухаживают за городом, этими деньгами платят зарплату в детских садах, в учреждениях культуры, частично в бюджетных учреждениях ЖКХ, там где есть бюджетное финансирование. Про дорожный фонд мы часто слышим о том, что деньги именно оттуда выделяются. Деньги дорожного фонда это деньги акцизов, которые распределяются в Псковскую область и Смоленского акцизного центра. Но это не означает то, что это не наши деньги, потому что в Псковской области своего акцизного центра нет. Эти деньги поступают в общий котел в Смоленске и возвращаются в Псковскую область. Избиратели, налогоплательщики, помните, все деньги ваши. Любой депутат, любой чиновник, говорящий вам, что есть деньги бюджета, которыми распоряжается власть, цинично врет. Это деньги налогоплательщиков, которыми можно распоряжаться бережно, рачительно, ответственно, а можно безответственно. Нас возмущает безответственное отношение к народным деньгам. Давайте, как раз мы заговорили об этих конкретно городских проблемах. Но все-таки до конца поговорим о прямых выборах мэра. Если оценивать действующую модель, двуголовую, как по вашей оценке, насколько эффективно сейчас работает этот тандем, сложившийся Ивана Цезерского и глава администрации Игоря Калашникова? Многие считают, что этот союз в принципе в рабочем состоянии, но он сиюминутен. Этот союз сформирован не участниками этого союза. Ивана Николаевича, главой города Пскова, избрали депутата Псковской городской думы по благословению партии «Единая Россия». Игорь Викторович Калашников стал главой администрации города Пскова с подачи губернатора Псковской области. И у него нет никакой общественной и народной легитимности. Не они выбрали друг друга для сотрудничества в управлении городом Пскова. Их выбрали другие люди и включили в эту систему. Если бы этого не произошло, они бы сегодня союзниками не были. На мой взгляд, сама по себе система власти, когда есть представительское лицо, не принимающее решений, и есть назначенное лицо, реально распоряжающееся имуществом города, собственностью города, землями, деньгами города, это абсолютно неправильная система. Сегодня глава администрации города Пскова подотчетен только депутатам Псковской городской думы, которые не очень активно спрашивают главу администрации города Пскова о том, как он работает. Они слушают его спокойно, с уважением и без возмущения. А в городе Пскове есть чему возмущаться. Я могу сказать, что нам видится, что эта модель пришла в тупик. Мне десятки жителей города Пскова рассказывали о своих обращениях в Псковскую городскую думу. Это заканчивается всегда одним и тем же. Письмо избирателя. Уважаемый Иван Николаевич, прошу то-то и то-то. Ответ Ивана Николаевича, либо кого-то из депутатов городской думы. Уважаемый Эмирек, ваше обращение направлено для ответа по существу в администрацию города Пскова. Но что такое? Кто кого контролирует? Дума-администрацию или администрация думы? Сегодня в Пскове сложилась ситуация, при которой губернатор и администрация города Пскова фактически контролируют Псковскую городскую думу. То есть исполнительная власть контролирует представительскую. Исполнительная власть контролирует парламент. Все переместилось с ног на голову. Все наоборот. Белое стало черным, черное стало белым. Поэтому систему нужно приводить в порядок. Нужно возвращать прямые выборы мэра Пскова. Нужна сильная дума и сильный мэр. Та система, которая сложилась сейчас, по сути, не жизнеспособна. Город при ней перестал развиваться. — Когда вы говорили о том, что не поддержали, по сути, единороссы на властном собрании вашу незаконодательную инициативу, я так понимаю, что тогда много говорилось о том, как они объясняли свою позицию. — Вы говорили о том, что у Магаля с вненародно избранным мэром тоже, в принципе, есть свой минус большой. Это, в частности, его неподконтрольность в таком случае той же самой городской думе, как это было в случае с Михаилом Хоронином в свое время, который, многие помнят, не являлся на заседание думы и не выполнял ее решение. Вот в этом есть какая-то опасность? — Ситуация с Хоронином была совершенно отдельной. Михаил Яковлевич претендовал на пост губернатора Псковской области. Из-за ошибки в ходе избирательной кампании и последовавших после этого судебных решений высших судов он был снят с выборов, не смог баллотироваться, и он после этого счел ниже своего достоинства общаться с городским парламентом. На самом деле в уставе города могут быть закреплены детальнейшие пункты ответственности мэра города, в том числе избранного прямым голосованием перед думой. Это согласование кандидатур всех заместителей, это могут быть отчеты не только ежегодные о деятельности администрации и мэра в целом, это могут быть отраслевые отчеты по каждой сфере деятельности, это согласование персон или даже прямое назначение думы персон руководителей муниципальных предприятий и учреждений, что частично в Пскове реализовано. Нет никаких опасностей, что избранный прямым голосованием мэр оказывается не под контролем парламенту. Система сдержек и противовесов, система балансов для того создается, чтобы депутаты контролировали исполнительную власть, в том числе избранную на прямых выборах. Никакой опасности нет. Были личные отношения, которые кому-то не позволяли высказываться против Хорнина, протестовать против его пренебрежительного отношения к городской думе. Кто-то не хотел конфликта, депутаты решали свои личные проблемы, а не проблемы города. Но вот этими сложностями, в том числе сложностями отношений Хорнина с Кузнецовым, тогдашним губернатором, воспользовались для того, чтобы отменить прямые выборы мэра Пскова и мэра Великих Луг. Это была принципиальная политическая ошибка, потому что, решив проблему политического противостояния мэра и губернатора, не решили ни одной проблемы развития города Пскова. Теперь политические решения, ключевые, вообще не принимаются в здании городской думы. Фактически дума стала придатком, фиговым листком власти при главе администрации, которого контролирует губернатор. Это не имеет никакого отношения к местному самоуправлению. Никакого. Люди не в состоянии оказать прямое влияние на администрацию. Никто из избирателей города Пскова не может сказать Игорю Викторовичу или кому-то другому, кто придет на это место. Я за вас голосовал, я от вас требую. Невозможно. Когда эту фразу избиратель сказать не может, все, значит власть разваливается. Понятно. И говорили мы сегодня с вами еще о претензиях Яблока, касаемо заключения контрактов муниципальных, о том, что, по сути, как вы сказали, это иллюзия. Ну, эту критику можно услышать и не только от Яблока, да, и от других оппозиционных политических объединений, которые тоже говорят о том, что псковские чиновники, по сути, действуют в интересах неких бизнес-структур, ну и своих коммерческих партнеров. Вот это мнение, да, оно конкретно основывается на вот этих вот примерах, которые вы озвучили. Это мнение основывается на анализе всех муниципальных контрактов города Пскова. Меня очень тревожит, что в составе Псковской городской думы есть депутаты, получающие муниципальные контракты. Я вижу в этом прямой конфликт интересов. Сначала депутат голосует за бюджет, где предусмотрены деньги по конкретным расходным статьям, затем он участвует в муниципальном конкурсе, выигрывает его, часто как единственный участник, и получает эти деньги. Это скрытая форма взятки. Она не является очевидной с точки зрения уголовного кодекса, но это взятка по существу. Такой депутат никогда, ни по одному вопросу, самому животрепещущему, не проголосует в интересах избирателей, он будет голосовать в интересах администрации. — Ну а вот последние действия в плане градостроительной политики. Мы сегодня с вами уже говорили о том, что вырастают зачастую у нас многоэтажки там, где их быть не должно, где должна быть детская площадка, либо зеленая зона. Например, можно массу привести за последнюю пятилетку. Ну вот самые, наверное, животрепещущие темы. Мы вспоминаем застройку Нагдовской, последняя скандальная резонансная история на сессии областного собрания по застройке около Соколихи. Вот эти примеры, опять же, да, вот в эту же общую кассу, да? — Да, здесь есть несколько принципиальных вещей. Во-первых, никто не скрывает, что глава администрации города Пскова близок к одной из организаций застройщиков. У Игоря Витальевича Калашникова очень тесные деловые и личные отношения с Яном Вячеславовичем Лузиным. И сегодня не было такой инициативы от застройщиков, которые принадлежат Лузину или работают под его руководством, чтобы администрация отказала в разрешении на строительство. Может быть, не все жители города Пскова знают, но разрешение на строительство любых объектов, жилищных, общественных зданий выдает глава администрации города Пскова. Соответственно, по сути дела, люди, находящиеся в партнерских отношениях, разыгрывают между собой Псков и земельные участки города. Застройщик не заинтересован возводить никакие убыточные объекты. Ему не нужны площадки, парковки, спортивные детские места отдыха. Ему нужны квадратные метры с как можно большим количеством жилья. Он не заинтересован строить детские сады, потому что это социальная нагрузка. Он не заинтересован строить медицинские учреждения. Он не заинтересован строить библиотеки, потому что на это нет социального заказа. Это воспринимается как нагрузка. Он заинтересован в квадратных метрах, которые выходят на рынок жилья. И больше ни в чем. И вот эти планы строительных участков, поквартальные, согласовывает администрация города Пскова. У нас есть генплан города. Известны неоднократные случаи, когда в центре квартала запроектирован детский сад. Потом утверждается схема планировки участка, и на этом месте появляется высотное здание, жилое здание, не детский сад. Меняется назначение первых этажей здания. Они сдаются просто в коммерческую аренду, там не предусматриваются социальные учреждения, потому что это менее выгодно для застройщика. У нас сегодня площадь парковок автомашин в разы, в 5-6 раз около каждого дома превышает тот объем, который объективно необходим людям. Но город до сих пор не решил проблему общественных парковок. Защищенных общественных парковок, они могут быть вполне, могут быть в муниципальной собственности. Город может вести за них умеренную плату. Такую, чтобы люди могли быть уверены, что им посильно поставить машину под крышу. Это может быть подземная, это может быть наземная парковка. Но таким образом, чтобы дворы были действительно свободны от машин и были местом отдыха людей. Сегодня массово семьи боятся отпускать детей во двор, потому что никто не знает, с какой стороны поедет машина, и никакие лежащие полицейские не спасают. Вот эта ежедневная кропотливая работа по воплощению генплана в жизнь, она делается администрацией города Пскова, отвратительно. Все делается в угоду застройщикам. Я чрезвычайно удивлен тем, что это не вызывает реакции того же губернатора, который фактически поставил Игорь Викторовича Калашникова главой администрации города Пскова. У нас сегодня есть судебное решение, по которым город должен выдавать квартиру инвалидам с особыми заболеваниями, другим людям, социально ограниченным в своих возможностях, которые должны быть обеспечены муниципальным жильем. И застройщики предоставляют в фонд администрации города Пскова такие квартиры. Но почему-то эти квартиры уходят чиновникам, принимаемым на работу в администрации города, и не уходят людям, у которых физически и по закону есть право получить это жилье. Притом это не особо продвинутое жилье. Это жилье, как правило, ограничено. Это одно-двухкомнатные квартиры в зависимости от числа людей, ограниченных возможностей, которые получили официальную группу инвалидности, или особое заболевание, которое дает им право на социальное жилье. Подчеркиваю, это не передача в собственность. Это муниципальное социальное жилье, которое должно быть этим людям предоставлено. И они его не получают даже по решениям судов. Мы сейчас общаемся с одной из семей, прокуратура города вышла в суд, добилась решения о предоставлении этой семье тяжелый вид заболевания отдельного жилья на правах социального найма. Тут же администрация, проиграв суд, выходит в суд заявление с просьбой об отсрочке исполнения решения. Простите, какая отсрочка? С какой стати отсрочка? У вас есть это жилье? Эти люди сегодня страдают. Да, они не могут прийти вам под окна и устроить митинг. Они инвалиды. И пользуясь тем, что они не могут этого сделать, вы передаете это жилье фактически в коммерческий найм. Вы не используете его для выполнения федерального законодательства. Таких эпизодов очень много. Не могут городом управлять застройщики. И не должны. Это город без зелени, без мест отдыха, фактически без лица. Псков был 30 лет назад, входил в десятку самых зеленых городов Советского Союза. Даже не России, Советского Союза. Что мы видим сейчас? У нас нет такого квартала, оттуда не кричат люди, спасите деревья. Вчера обращение с улицы Алтаева, 9. Три клена под окнами, молодые деревья, 25-30 лет. Кто-то написал донос в управляющую компанию, кому-то помешали деревья. Пока не установили, кто требует. Уберите деревья. С какой стати? Они растут на зеленой зоне. Собственно говоря, вот эти кварталы 5-9-этажных блочных домов, они же строились в любом случае с учетом зон отдыха. Люди живут здесь, они должны здесь отдыхать. Запск, в целом район, в который нужно вкладывать значительные бюджетные деньги, он всегда считался в Пскове непрестижным. Хотя в действительности это место, где могут нормально жить люди. Вот этими точечными проблемами администрация должна заниматься постоянно. И не под диктат застройщиков, а по требованиям. Вот будут прямые выборы мэра города Пскова, и глава администрации, мэр, не сможет отмахиваться от этих обращений, подписывая в день по 10-15 разрешения на строительство по уплотнительной застройке. Главный архитектор Пскова должен в том числе заниматься теоретически, конечно, вот этой всей работой. Но многие как раз-таки, даже представители партии власти, в лице того же Ивана Николаевича Цезарского, я помню, в одном из интервью, он тоже критиковал работу Сергея Кондратьева по вообще, вот собственно, в этой всей проблеме. У вас такое же, да, отношение к вот этой должности? Должность замечательная, исполнительная этой должности не оправдал нищих надежд. Главный архитектор города должен быть градостроителем. Он не застройщик, он градостроитель. Сегодня совершенно очевидно, что главный архитектор Пскова не препятствует реализации хотелок застройщиков, а он должен формировать лицо города, общественное пространство города, учитывать, каким образом в этом городе будут жить люди, как они будут себя чувствовать. Тот факт, что у Сергея Кондратьева не получилось быть настоящим главным архитектором города, не означает, что эту должность нужно ликвидировать. Нужно ее усиливать, и на этой должности должен быть именно специалист-градостроитель. Таких людей очень мало. Это не архитектор по проектированию зданий, это человек, который может проектировать городские пространства. Это редкая специализация. Я не исключаю, что Пскову нужен главный архитектор с опытом работы в хорошем историческом городе, кстати говоря, может быть, европейском городе. Никто не мешает. У нас есть процедура, которая позволяет принять на работу по контракту человека, в том числе, я не знаю, может быть, из Германии, может быть, из Польши, из Скандинавии, где прекрасный опыт, мы все ездим, видим благоустройство городов. Сегодня такие архитекторы, которые грамотно распоряжаются историческими пространствами городов, выросли в Литве, Латвии, Эстонии, то есть близко. Этот человек может с интересом взяться за такую работу. Нам важно, чтобы на должности главного архитектора Пскова не сидел лоббист строительных компаний. Иначе это делает эту должность не только бессмысленной, но и опасной для жителей города. Возвращаясь к вопросу о главе администрации. Если объективно оценивать силы и возможности Псковского яблока, давайте будем реалистами, сложно будет завоевать большинство мандатов в городской думе. Вдруг так получится, что не удастся яблоку продвинуть идею о всенародных выборах мэра. В таком случае, кого бы вы видели на посту главы администрации города? Могу сказать, что и при прямых выборах мэра, и в случае назначения главы администрации по контракту, у нас в команде, в команде сегодняшних кандидатов в депутаты Псковской городской думы, есть человек, которому я лично как гражданин, и наша команда как политическая партия, готовы доверить управление городом Псков. И я могу сегодня в эфире здесь назвать имя, впервые, наверное, мы раньше этого не делали, назвать имя этого человека, это Михаил Васильевич Шараев. Это человек, который способен благоустроить город Псков. С его опытом, его знаниями, его пониманием градостроительной ситуации в Пскове, он способен кардинально изменить баланс сил в городе Пскове в пользу людей. Он не будет воевать с бизнесом. Он объяснит бизнесу, строительному бизнесу, который везде влиятельен, и в Пскове, и в Петербурге, и в Москве, это один из самых влиятельных бизнесов. По определению? По определению. В силу тех денег, которые вращаются в этом бизнесе. Но он в состоянии объяснить этим людям правила работы в городе Пскове. Это в интересах исторического города Пскова, в интересах благоустройства города, самое главное, самое первое, в интересах жителей города Пскова. Город должен быть благоустроен для того, чтобы там могли жить люди. Поэтому мы видим в Михаиле Шараеве человека, способного руководить хозяйством города Пскова, по большому счету, при любой системе власти. Но мы знаем, что когда глава администрации назначается по контракту, он зависит в большей степени от губернатора, чем даже от депутатов городской думы, которые его избрали и которые подписали с ним контракт. Мы остаемся убежденными сторонниками того, чтобы мэр города Пскова избирался всенародно. В том случае, если встанет вопрос о конкурсе на должность главы администрации, мы считаем, что такой человек, как Шараев, имеет все возможности в нем участвовать для того, чтобы эффективно руководить городом Псковом. Будущие депутаты от партии «Яблоко» не поддержат нынешнего главы администрации Игоря Калашникова при голосовании за главу администрации города Пскова при нынешней системе власти. Это политически абсолютно невозможно. — Раз уж мы заговорили о команде кандидатов, давайте продолжим. Представим еще раз, я знаю, что вы уже не раз в интервью называли тройку лидеров списка, но тем не менее, что из себя представляет команда, кто идет в тройке списка партии «Яблоко» на выборах в Городскую думу, на основе чего был сформирован именно такой состав, кто от «Яблока» идет в округах. — Самое главное политическое правило в команде партии «Яблоко» — мы выращиваем лидеров сами. Мы не импортируем их откуда-то, и мы не выдвигаем во главе списков паровозов, которые создают у избирателя иллюзию, что они будут депутатами, а потом уходят. Мы это видели только что на выборах в областное собрание депутатов, когда из первой тройки «Единой России» только один человек стал депутатом областного собрания, а двое, Турчак и ЦССР, отказались от мандатов. Но они шли на выборы, написав заявление, что я даю согласие быть депутатом и в случае избрания сложить полномочия, несовместимые с обязанностями депутата. Уже все подписываем эти заявления. — Самое главное — представлять интересы избирателей. — Представлять интересы избирателей. Соответственно, наша задача заключается в том, чтобы вырастить сильных лидеров. Это принципиально для любой политической партии. Поэтому предложения, которые приходили скорее со стороны «Яблоко», чтобы я был участником первой тройки и также возглавлял список, были нами отвергнуты коллегиально, поскольку мы считаем, что это неправильно и нечестно. Депутат областного собрания не будет создавать иллюзию у избирателей, что он один мандат обменяет на другой. В течение последних лет у нас выросла плеяда политиков, которые, на наш взгляд, способны быть исключительно ответственными и качественными депутатами Псковской городской думы. Мы провели внутрипартийное голосование, которое прошло в острой конкурентной борьбе. В результате была сформирована действующая тройка, которая нами выдвинута именно в соответствии с голосованием большинства членов партии в городе Пскове. Лидером этой тройки стал врач скорой помощи Артур Гайдук, действующий депутат городской думы. Человек, который, несмотря на все колоссальные сложности в медицине, продолжает работать одним из нескольких врачей, именно врачей, не фельдшеров скорой помощи, постоянно. И я даже не знаю, сколько тысяч жителей города Пскова могут быть благодарны ему за квалифицированную медицинскую помощь. Он человек отзывчивый, он настолько известен, что обращение многих жителей города Пскова к нему как к депутату – это обращение как к врачу. Большинство обращений к Гайдуку – это просьба о помощи. Мы знаем, что вы хороший врач, помогите, пожалуйста, нам нужна помощь. И он делает все для того, чтобы помочь людям. Он известен также в культурной среде, он автор песен, он певец, он бард, он участник многих творческих объединений, и он человек, который пользуется авторитетом за свое спокойное, последовательное, поступательное отношение к жизни. Он оптимистичный человек, он уверенный в своих силах человек, он очень опытный уже человек. Второе место в списке «Яблоко» занял молодой политик, наша надежда и завтрашний день Дмитрий Пермяков, это мой заместитель и председатель Псковского центрального отделения партии «Яблоко». И он человек, который готов профессионально заниматься политикой, при этом у него есть юридическое образование. Я знаю, как многие избиратели уже сейчас до избрания к нему обращаются, и он реагирует на их обращение. И в тройке у нас также учитель Татьяна Федорова, которая пришла в политику всего два года назад, в 2015 году, участвовала в выборах уже Псковскую городскую думу в дополнительных тогда, в 2015 году, и получила около 20% голосов, что прекрасный результат в одномандатном округе. В прошлом году показала хороший твердый результат в округе в областное собрание депутатов. Татьяна человек с опытом общественного представительства. Она собрала в свое время, как раз два года назад, почти две тысячи подписей жителей города Пскова, личных, не через кого-то люди подписывались сами за проектирование строительства новой поликлиники на Завельче, и продолжает отслеживать эту инициативу отношения властей к этой инициативе. Так сложилась первая тройка. Мы исходим из того, что даже если кого-то из этих людей не знает еще большинство избирателей города Пскова, мы как партия гарантируем избирателям города Пскова качественное представительство их интересов именно этими людьми. Вчера они были почти неизвестны, сегодня их узнает все больше людей, завтра это будут политические лидеры города Пскова. Такова наша технология, так мы относимся к людям. Что касается одномандатных округов. Мы закрыли все 15 одномандатных округов кандидатами. Среди участников одномандатных выборов в Пскове очень разные люди. Допустим, по знаменитому округу, где баллотируется Иван Николаевич Цицерский, Олег Михайлович Бричак, выясняет между собой отношения, баллотируется замечательная женщина, Ольга Юрьевна Дмитриева. Нет такой семьи в городе Пскове, которая бы ее не знала. Это бывший директор Псковского ЗАГСа. Тысячи псковских семей сошлись и стали супругами именно в ее присутствии. Под ее голос, да? Под ее голос. Ее знает больше половины Пскова. Это прекрасный кандидат. Когда я вижу двух мужиков, которые рвут друг другу перья на голове и готовы придушить друг друга голыми руками, съесть без соли и сахара, я спокойно говорю избирателям этого округа. Дорогие друзья, они также будут вести себя и после избрания. Кого из них изберут, неважно. Важно, что они уже сейчас такие, и будучи депутатами, они будут такими же. Голосуйте за Ольгу Дмитриеву. Она покажет вам, что такой настоящий, честный, спокойный депутат, служащий людям, а не каким-то бизнес-интересам или политическим начальникам. В одномандатном округе баллотируется также Михаил Васильевич Шараев. В центре города Пскова баллотируется Александр Окунев. Это известный градозащитник, один из лидеров градозащитных групп. В Пскове он идет там, где расположены жемчужины псковских памятников культуры, в том числе Кремль и памятники окольного города, храмы. В этом месте нужно особое внимание депутата ко всему, даже к ситуации с зелеными насаждениями около крепостной стены окольного города, на улице Свердлова, где сейчас так сильно возмущение людей тем, что происходит. У нас есть интересные кандидаты из социальной сферы. Мой, можно сказать, друг детства Игорь Никитин, мы знакомы с ним с 1982 года. Он преподаватель музыки в школе, духовой музыки. Он также баллотируется в депутаты в одномандатном округе. К нам пришли новые люди в ходе этой избирательной кампании. Денис Ковальчук – это художественный руководитель, лидер творческого объединения «Махаон», человек, который занимается культурными и общественными проектами, и он изъявил желание баллотироваться. Это нас очень порадовало. У нас пришли кандидатами в депутаты люди из инженерной среды, заводов, те, которые сейчас уже, к сожалению, практически не работают, но у них остался общественный потенциал и понимание важности промышленности для развития города Пскова. Конечно, сегодня местное самоуправление почти не влияет на экономическую жизнь, кроме малого бизнеса. Но кто сказал, что так будет всегда? Нужны люди, которые понимают, что такое экономическая жизнь в городе и каким образом большие производства, большие предприятия могут находиться. Я считаю, что баланс интересов, баланс мнений в этой команде, он очень гармоничен. У нас есть молодые люди. Володя Яковлев, юрист, бывший работник комитета по культуре, человек спортивного образа жизни. У нас всегда есть молодые кандидаты. В целом по области около 15% кандидатов всего «Яблоко» — это люди в возрасте младше 30 лет. Это политики завтрашнего дня. При том, что Володя участвовал в выборах еще 2012 года. Он вырос в течение 5 лет, он остался с командой, он сын известных археологов Ирины Ершовой и Владимира Яковлева, человек культуры, человек права, человек глубоких политических познаний. Он сегодня идет с нами на выборы уже 5 лет спустя, выросший, окрепший. Это очень интересный вариант для выборов избирателей. Я подписываюсь лично под каждым из наших 15 кандидатов. Если бы я был жителем, избирателем всех 15 одномандатных округов в городе Пскове, я проголосовал бы за каждого из этих кандидатов, потому что я убежден в том, что это лучший выбор. Вот если говорить о возможном итоге голосования 10 сентября, все-таки многие замечают, что 15 одномандатных округов, теперь их количество увеличилось, учитывая недавние изменения в законодательстве избирательном. В связи с этим даже я помню, как Артур Гайдук, имя которого сегодня уже прозвучало, довольно-таки скептичные прогнозы озвучивал относительно возможных итогов голосования 10 сентября. Говорил о том, что максимум нужно рассчитывать оппозиционным партиям на 5 депутатских мандатов и не больше, потому что, как показывает практика, так складывается, что в одномандатных округах победу одерживает не оппозиция, а представители от действующей партии власти. Соответственно, какие у вас ожидания, нет ли опасений, что окажется прав ваша партия и с Артур Гайдук? Артур Гайдук, как политик, я как политик, всегда оцениваем ситуацию реалистично. Как участники политической борьбы мы всегда хотим невозможного, хотим достичь максимума. Мы вот вчера с Артуром проводили встречу, планировали избирательную кампанию, и мы планируем максимально возможный результат для партии «Яблоко» на этих выборах. То есть наша задача — собрать как можно больше людей. Вот я хотел бы чуть-чуть продолжить линию кандидатов. Один из кандидатов в одномандатном округе — Маргарита Ткаченко, преподаватель иностранного языка. Человек, через который тысячи людей в городе Пскове получили возможность разговаривать с миром. Она до сих пор общается со студентами, которые учились у нее 30 лет назад. То есть 3-4 поколения молодых людей приходили в мир и узнавали иностранные языки с помощью этого человека, в том числе иностранную культуру, возможность понимать, что мы, город Псков, — это часть европейской культуры. Мы не какой-то медвежий угол, как пытается нам представить Единая Россия. Мы такое уникальное место в России, которое, может быть, больше, чем кто бы то ни было, заслужило быть цивилизованным, развитым, современным городом. Я говорил о поколении 70-х, 80-х годов. Это было поколение людей, получивших блестящее техническое образование. Вот инженер в нашей команде Валерий Тихов, который получил опыт работы на крупнейших псковских заводах, это люди, которые понимают, на чем держался город Псков в свои экономически развитые времена. Изменилась экономика. Но до тех пор, пока у города не будет своей промышленности, мы будем бегать за каждой копейкой в область. Ведь перед городской думой стоит исключительно важная задача решить вопрос об экономической базе города Пскова. Чем больше вы зарабатываете денег сами, тем меньше вы зависите от вышестоящих властей. Когда сегодня областной бюджет свыше миллиарда рублей дает дотации городу Пскову, то хозяин бюджета города Пскова – это губернатор. Нужно добиваться того, чтобы город был максимально экономически самодостаточен. Тогда не нужно будет плакаться перед вышестоящими властями, дайте денег на дороге. Нужно будет заработать и честно потратить. Наша задача заключается в том, чтобы депутатами Псковской городской думы были самостоятельные люди. Наша самая главная задача, чтобы это были те люди, кто слушает исключительно своих избирателей. Для депутата самостоятельность – это ключевой признак. Если депутат не самостоятельен и не способен принимать решения лично по своему убеждению, а для принятия решения ему нужно понять, как оно скажется на его отношениях с кем-то другим, а именно это мы видим сегодня у большинства депутатов Псковской городской думы, он не способен выполнять главную депутатскую задачу – представительствовать. Депутат сам по себе – это человек с карточкой, с правом голоса. Депутат настоящий – это представитель своих избирателей. И он должен уметь иногда в том числе принимать решения по наказам избирателей, которые создают депутату какие-то некомфортные отношения с другими людьми. Мне приходилось в областном собрании голосовать по вопросам, которые ухудшали мои отношения с весьма влиятельными и серьезными людьми. Я знал, что у меня по сути нет выбора. Или я голосую как нужно избирателям, или я не могу работать депутатом. Вот в эту команду, в эти 15 человек включены те люди, кто в состоянии принимать самостоятельные решения в любой ситуации. — Мне кажется, мы плавно подошли к разговору о программе, с которой «Яблоко» выходит на эти выборы. Давайте вот об этом тоже поговорим. До конца эфира остается не так много времени, но успеем основные тезисы назвать. Правильно я понимаю, что «Яблоко» позиционирует себя как альтернатива действующей власти и предлагает конкретные шаги по исправлению тех текущих сложностей, проблем, которые в начале эфира мы с вами обозначали? — Да, я думаю, что мы сейчас можем вернуться к программе более подробно, ближе к выборам, но суть, основные позиции опубликованы. Кстати говоря, мы единственная партия, которая осенью, в августе прошлого года и в сентябре, на минувших выборах опубликовала специальную программу для жителей города Пскова. То есть была областная программа «Псковского Яблока», и одновременно с этим есть городская программа «Псковского Яблока», которая четко предусматривает и предполагает, что мы видим город Псков как отдельное место, для которого нужно работать, понимая сложности и особенности задач в городе Пскове. Во-первых, это восстановление народовластия в городе Пскове. Партия Яблока идет на эти выборы в городе Пскове под лозунгом «Вернем власть народу». Он в газетах, он на плакатах, он в интернете, он в видеоматериалах, он везде. Мы считаем принципиальной задачей городской думы — помнить о статье Конституции. Единственным источником власти в России является ее многонациональный народ. Наша задача — вернуть власть народу, в том числе восстановить прямые выборы города Пскова. Вторая задача — это открытый бюджет. Сегодня в бюджете города Пскова жители города не разбираются, и власти не стремятся объяснить псковичам, из чего состоят народные деньги. Мы покажем людям все источники дохода псковского бюджета. Буквально каждому избирателю объясним, что наполовину собственных доходов Псков обеспечивается подоходным налогом людей. И люди имеют полное право спрашивать властей, что происходит с деньгами. Их деньгами. Третий пункт нашей программы — это приведение в порядок расходов городского бюджета на обслуживание города, на благоустройство, на уборку территории и дорог. Мы видим, как к этим конкурсам слетаются, сходятся, съезжаются, сползаются совершенно конкретные люди. Нам нужен независимый аудит всех проектов, реализованных за муниципальные деньги. К этому должна подключиться контрольная счетная палата города Пскова и, возможно, какие-то иные дополнительно созданные общественные институты с участием депутатов Псковской городской думы вплоть до парламентских расследований. Если мы видим, что в конкретную улицу вложено 150 миллионов рублей, давайте разберемся, где здесь были скрытые работы, и на самом деле эти деньги потрачены в соответствии с законом, как они должны быть сделаны по проекту. У нас очень много вопросов по расходованию этих денег. Псков должен быть городом общественных проектов. Вот есть квартал, там живут люди. Они должны предложить властям, как благоустроить эту территорию. Здесь должен быть сквер, власти обязаны организовывать сквер. Мы должны вернуть в город Псков. Были такие попытки, власти испугались поделиться деньгами, по сути деньгами. Территориальное общественное самоуправление. Сегодня каждый микрорайон Пскова имеет право, об этом людям не рассказывают, заявить, создать органы территориального общественного самоуправления, избрать их вплоть до каждого двора, который ограничен четырьмя-пятью домами, и получить, люди об этом тоже не знают, им об этом не говорят, деньги местного бюджета на благоустройство. И по своим решениям потратить эти деньги. Не нужно сейчас бегать с проектами «Единой России», раскидывать деньги по ремонту дворов за месяц до голосования. Это унизительно для людей. Отдайте им эти деньги каждый год, все пять лет. Это будет на конкретный двор, может быть, 100-150 тысяч рублей. Люди за эти деньги сад посадят. Они же себе не возьмут ничего. Там не будет чиновников, там не будет людей, которые сидят на бюджете, там совершенно не будет людей, заинтересованных заработать лично на этих деньгах. Они будут тратить деньги настолько открыто и публично, что там, в принципе, невозможно ничего украсть. Они половину сделают бесплатно. Эти деньги могут преобразить город Псков. Пскову необходимо территориальное общественное самоуправление везде, где граждане этого хотят. Да, это хлопотно. Городская администрация категорически не хочет с этим связываться. Дума делает вид, закрыв глаза, что такого способа организации городской жизни не существует. А это способ, который известен во всем мире. Территориальное общественное самоуправление способно изменить лицо любого города. Но тогда на эту территорию никакой Ян Вячеславович Лузин, никакой Игорь Поляков за стройками с 16-этажными домами не заползут. Потому что проект планирования этого участка будет предлагаться жителями администрации города Пскова. И администрация никуда не денется, утвердит. Вот наша будет задача продвигать территориальное общественное самоуправление везде в городе Пскове, во всех районах. Этим будут заниматься наши депутаты, этим будет заниматься партия в целом. То есть наша принципиальная позиция – это опора на инициативу людей. Это наш город. Мы должны привести его в порядок. Это нужно сделать, объединив все здоровые общественные силы. Я исхожу из того, что абсолютное большинство жителей города Пскова хотят здесь жить и хотят видеть Псков благоустроенным, чистым, красивым, комфортным городом. Им нужно довериться. Власть же не доверяет людям. Она старается не подпустить их ни к какому, даже самому маленькому финансовому ручейку, потому что люди в основе своей – это честный народ. И никакие схемы с распилом бюджета при них невозможны. Поэтому будем внедрять максимально участие жителей города в управлении городом Псковом. Как раз вы опередили мой вопрос о том, как, по вашей оценке, складываются отношения граждан и городских властей. Я так понимаю, что есть очень много в этом плане проблем, и власть, получается, не слышит свое население. Власть успешно отдалилась от людей. Власть не делится ни полномочиями, ни деньгами самими жителями города. Собственно говоря, мы должны вспомнить, что такое город. Город – это сообщество жителей города. Это не территория, которую власть получила в кормлении, и в зависимости от отношений с тем или иным бизнесом строит свое благополучие. Территория города – это территория людей. Наша задача заключается в том, чтобы установить нормальные человеческие служебные деловые отношения избирателей города Пскова, жителей города Пскова с органами городского самоуправления. Мы избираем депутатов, которые являются представителями жителей. За нами нет ни одной финансово-промышленной структуры. Нас не финансирует ни одна олигархическая группа. Партия «Яблоко» идет на эти выборы с деньгами граждан, убеждениями граждан, идеями граждан для граждан. Собственно говоря, это суть, основа нашей позиции. Никакая грязь к этой команде не может пристать ни с какой стороны. Все, что мы делаем, сказано людьми. Они ждут от нас, что мы сможем это реализовать. Поэтому я хочу обратиться еще раз отдельно к всем, кто нас слушает. Уважаемые избиратели, слушайте тех людей, кто вам помогает постоянно, каждый день. Участвуйте в выборах. Выборы – самый лучший способ честно сменить власть. Если у вас есть личные, небольшие финансовые возможности помочь избирательной кампании «Псковского яблока», то на сайте «Донейдшлосбрек.ру» вы увидите все инструкции. В конце концов, звоните мне. Вы же знаете, мой телефон везде опубликован. 911-691-97-47. Мы объясним вам, как правильно, законно сделать пожертвование на избирательную кампанию. Вот это народное финансирование выборов, оно придает нам силы и уверенности в себе. Люди ни на что лишнее, ненужное не тратят деньги. Люди тратят деньги на то, в чем они хотят участвовать. Это нормальная народная поддержка. Поэтому я очень надеюсь, что вы придете на выборы, что вы поддержите команду кандидатов «Псковского яблока», поможете в избирательной кампании, потому что, по сути дела, идет речь о том, чтобы в Псковской городской думе были представители граждан. Тогда жизнь начнет меняться. Это был Лев Шлозберг, руководитель избирательного объединения Псковского регионального отделения партии «Яблоко». Спасибо, что нашли время. Всего доброго и до свидания. Алексей, спасибо большое. Спасибо всем, кто нас слышал.